Клёво всем, друзья! Сегодня поговорим о одном из самых скандальных, можно так сказать, монтаже. О монтаже, о котором больше всего все спорят, разговаривают, обсуждают. Это монтаж инлайн. Или, как более пранельно он называется, монтаж running rig, скользящий монтаж. Я очень люблю использовать этот монтаж, он мне нравится. Я бы так сказал, лично по моему мнению, это монтаж тот, который действительно меньше всего путается. Вяжу его, как и все остальные монтажи, отдельно и складываю в пакетики. Вот, инлайн и инлайн с фидергамом. Так я и делаю. Один инлайн с косичкой и второй инлайн с фидергамом. Сегодня мы будем делать эти два монтажа. Первым покажу, как я делаю монтаж инлайн с косичкой. Вторым покажу, как я делаю инлайн с фидергамом. Во всех сетях, все всегда спорят, а нужно ли использовать отводы. У меня есть навязанные отдельные отводы. Всегда есть, но у меня не было еще ни одной ситуации, когда они бы мне пригодились. И на данный момент я просто не вижу, для чего они нужны. Я ловил на твердом грунте, на мягком грунте, на топком илу, на течении, на стоячем водоеме, с растительностью. И не было еще ни одного случая, чтобы мне действительно они пригодились. Тем не менее, я на всякий случай их с собой вожу, а вдруг понадобится. У меня есть монтажи на плетеном шнуре и с косичкой на флюрокарбоне. Они лежат в пакетике, а вдруг пригодятся. Но, повторяюсь, ни разу у меня не было ситуации, когда они действительно мне пригодились. И когда я видел, что они нужны. Поэтому я ловлю. Использую вот такие монтажи. Поэтому я использую вот такие монтажи, в которых карабин с вертушком сразу идет на монтаже. Сразу говорю, значит, монтаж можно вязать на основной леске, хоть на моно, хоть на шнуре. А будет одинаково, роли не играет. Но, есть причины, почему я так не делаю. Есть причины, почему я всегда делаю отдельные отводы. И одна из причин в конце видео я расскажу. Оставайтесь со мной до конца. Досмотрите видео. Там, возможно, вы поймете одну из главных причин, почему я так делаю. Для изготовления монтажа понадобятся кусачки. Шивок. Кто смотрит мое видео, они знают, что все узлы я вяжу с помощью вот такого крючка. Флюрокарбон. Все монтажи я предпочитаю делать на флюрокарбоне. Марка роли не играет. Главная толщина. Мой опыт говорит о том, что лучше всего флюрик толщиной 0,28 мм. Тоньше слабовато, мягковато. Толще получается слишком грубо. Поэтому 0,28 мм. Производитель роли не играет. Берем и используем. Карабин с крючком. И для монтажа с фидергамом фидергам. По фидергаму я тоже уже в одном видео рассказывал. Флагманский мне не зашел. Он слишком мягкий. Самый лучший дреновский. И на мой взгляд, Тольше чем 0,6 мм. Использовать нет смысла. Самые адекватные и нужные толщины. Это 0,6-0,8 мм. Это толстые жесткие фидергамы. Которые на мелкую рыбу, На поклевку. Из-за своей толщины и жесткости. Практически никак не влияют. Но при этом отлично сглаживают рывки на вываживание крупной рыбы. Все остальные тонкие. На мой взгляд, практически бессмысленные фидергамы. И стопорные стопорки. Я использую самые-самые дешевые. Китайские. У меня не было еще ни разу, Чтобы они разбивались. Ну что. Поехали. Возьмем примерно 1,80 см флюорокарбона. С одной стороны у нас будет косичка. Складываем пополам примерно в районе 20 см. И вяжем небольшую петельку. Кто смотрит регулярно мои видео, знает. Петельки я вяжу очень просто. Не мучаясь. С помощью вот такого крючка. Леску складываем. Накладываем одна на одну. Как при формировании узла восьмерки. Потом крючок вставляем и делаем полный оборот. Цепляем петельку и протягиваем. И затягиваем. Конечно, предварительно, желательно смочив. Петелька для поводка. Теперь нам нужно сформировать непосредственно саму косичку. Косичка нам нужна длиной примерно 15 см. Сама косичка. И завязываем с другой стороны узелок, который будет держать, чтобы она не развязалась. И этот же узелок у нас будет стопорным. Лишний уз отрезаем почти под конь. Вот что у нас получилось. На обратный конец одеваем стопорок. И протягиваем его до самого узла. И с этого же конца, с обратного, одеваем переложок с карабином. Даже при большом номере, а на данный момент у меня номер второй, среднего размера стопор, не пропускает верляжок. И при этом все очень хорошо скользит. У меня не было ни одного случая с работой кормушками до 90 грамм, включительно. Чтобы вот этот китайский стопорный узел был разбит. С обратной стороны, примерно в 40 см, вяжем небольшую петельку. Для привязывания к основной лиске. Вот у нас получился готовый монтаж. Теперь я монтаж сматываю. И вскладываю в нужный пакетик. На рыбалке достал, привязал, готов к бою. Второй монтаж, монтаж с зерга. Все тоже на самом деле очень просто, очень легко. Можно также вязать на основной лиске. Нам для этого нужен В районе 60-80 см кусок флюрокарбона. И в сантиметров 30 см фидергам. Сначала вяжем фидергам. Берем конец сантиметров 10 флюрокарбона. И конец сантиметров 10 фидергам. Накладываем навстречу друг другу. Формируем петельку. Как при связывании восьмеркой. И все. Также с помощью петли делаем все тот же узел. Узел получается очень надежный. Никогда не развяжется, не подведет. Лишние кусочки откусываем. Все. Фидергам с флюрокарбоном связан. Все настолько просто, легко. Теперь с обратной стороны заводим стопорную резиночку. и отсюда уже надеваем вершок с карабином. С этой стороны в 40 примерно сантиметрах вяжем небольшой узел для формирования для привязывания к основной леске все монтаж готов все все очень очень просто и надежно все скользит узел получается довольно большой в него упирается стопор из-за того что узел большой стопор никогда его не прорежет работая с 90 граммовыми кормушками проблем ни разу не было на любых дистанциях все монтаж готов с обратной стороны на фидрогаме вяжем восьмерочку затягиваем лишнее откусываем получается у нас получается вот такой узелок получается вот такой узелок сюда сюда петлей накидкой одевается поводок и спокойно ловим прыгом все монтаж готов сложили в нужный пакетик на рыбалке достали привязали ловим все очень просто и надежно друзья вот я вам показал как я вяжу монтажи онлайн с косичкой и с фидрогамом и теперь ответ на самый часто задаваемый мне вопрос по монтажам почему я их делаю отдельно в пакетиках они вяжут на основной леске ну тут причин несколько во первых я ловлю исключительно шнуром исключительно шоп-лидера использую в крайнем случае есть ситуация когда использую шоп-лидер из моновески и ситуация когда использую шоп-лидер из шнура я не спортсмен заморачиваться с колушками нет желания просто для меня это лишняя палец выставлять их отмерять мне это не нужно ну все знают кто ловит на фидр при каких случаях бывают отстрелы обрывы это отстрел при забросе если где-то что-то перехлёст это обрез при ловле на бровке обровку и самая частая потеря кормушек происходит просто при банальном зацепе кормушки что нам приходится после этого делать если если мы ловим шоп-лидером рвется в девяносто девяти процентов случаев на шоп-лидере нам приходится заново вязать шоп-лидер все заново отмерять если монтаж мы вяжем на основной леске порваться может где угодно и нам тоже нужно в такой ситуации заново вязать заново припсоваться заново отмерять а если я ловлю с монтажами отдельно навязанными привязанными в клеске то как вы думаете где будет обрыв происходить если одна зацепилась кормушка давайте проверим пауку не порезать ну что друзья вот монтаж у нас произошел зацеп кормушки ну что друзья кто угадает где будет обрыв давайте проверим обрыв произошел на монтаже привязанном в месте привязки монтажа теперь я беру новый монтаж привязываю и остаюсь на той же точке ну 10 сантиметров 15 потерял это один оборот по шпульке все это главный секрет главная причина почему я ловлю с отдельными монтажами мне нужны колышки мне нужно перемерять точку да если произошел обрыв по свалу или отстрел там приходится полагаться уже на оборот и катушки но это более редкие ситуации чем обрывы на зацепах кормушки в итоге мы теряем монтаж с кормушкой но не теряем дистанцию друзья если вам понравилось согласно не согласно ставьте лайки или антилайки подписывайтесь до новых встреч друзья